13.06 в Кирове. Это действительно программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня будет высказывать исполняющий обязанности ректора регионального вуза Валентин Пугач. Валентин Николаевич, добрый день. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот каждый раз, Валентин Николаевич, сложно вас как-то вводить в эфир. Приходится перед каждым эфиром уточнять, как же сейчас вас величать. Вот сейчас я нашла формулировку исполняющей обязанности ректора регионального опорного вуза, но всё равно в скобочках ВятГУ, Вятского государственного университета. Ну, всё правильно, потому что как раз опорный региональный университет, новая терминология, которая пока полуофициально применяется на уровне министерства образования и на региональном уровне. Возможно, будут какие-то изменения приняты, зафиксированы в уставе университета. Ну, просто региональный опорный университет – это функция, а юридический статус – это ВятГУ, который в результате объединения с гуманитарным университетом, де юре, с понедельника, там, какое-то у нас были число, он становится одним юридическим лицом. С 14 марта. Да, с 14 марта. Значит, будут внесены окончательные записи в реестр юридических лиц, и, соответственно, мы де юре становимся одним коллективом, одним университетом, одной командой, и начинаем работать над физическим воплощением тех функций и задач, которые перед нами новые поставлены, нашим учредителям и региональной власти. Вот, к этому и мы обратимся. Какие задачи вашим учредителям, министерствам образования перед вами поставлены? Во-первых, мы сейчас потому что об этом поговорим, а уже, во-вторых, про региональные власти. Хорошо? Итак, министерство… Я, кстати, хочу сказать, что когда набрала в поисковике в гугле «Опорные вузы России», вы тут в топе выходите в ваш вуз, вы, Валентин Николаевич, вместе с ним. Это что значит? Ну, это значит, что Вязкий государственный объединенный университет находится на гребне волны новой тенденции, которая происходит в стране по созданию региональных университетов. Какие задачи сейчас ставит министерство образования перед опорными вузами, и есть ли разница между этими вузами, этими 11 вузами, которые стали опорными, перед кем-то более какие-то значимые, перед кем-то более легкие, или у всех одинаковые? Нет, нет. Если в целом, с точки зрения идеологии и основной функции миссии, цели и задачи всем предъявляются одинаковые. Другой вопрос, что каждый университет из тех 11, которые были признаны победителями первой волны конкурса по созданию опорных региональных вузов, они написали свою программу. И эти программы, они, естественно, отличаются. Но в целом, наверное, в этих программах есть что-то общее, раз именно эти программы, именно эти университеты были поддержаны Министерством образования и науки, большой комиссией, министрам, экспертам внешним, которые были привлечены для изучения этих программ. И, соответственно, в них есть некая такая соль, сухой остаток, который понравился заказчикам этой программы. За что нам ежегодно будет дополнительная субсидия выделяться в размере. Ну, кстати, из 11 вузов только 3 вузам, включая ВИАНГУ, субсидия будет составлять 100, дополнительная субсидия, 150 миллионов рублей. Остальные будут получать по 100 ежегодно. Но с вас и спрос, значит, больше. Да, с нас и спрос. Больше, так как нам сказали, что ваша программа одна из лучших, вы правильно все написали, что вы хотите сделать. Теперь отвечайте. Теперь отвечайте. Теперь это все воплощайте в жизни. В течение 3-5 лет мы будем внимательно наблюдать за той работой, которую вы будете проводить. Сейчас нам до 1 мая университету объединенному нужно тот проект программы, который мы защитили, детализировать до уровня мероприятий, конкретных проектов, целей расходования, значит, собственных средств, средств, дополнительных субсидий, там, дополнительных ресурсов, которые мы получим от региональной власти в рамках поддержки этой программы. Великали ли это субсидия региональная? Она должна до 20%, не менее 20% от федеральной субсидии дополнительной. То есть это получается? Ну, то есть это получается в районе 200 миллионов рублей. Эти деньги у региона есть? Живых денег у региона, я не думаю, что найдется на эту тему. Поэтому есть принципиальная договоренность с правительством области, с губернатором, что эта помощь будет выражаться в других формах. Либо это передача каких-то зданий, общежитий, либо других материальных ценностей, которые находятся сейчас на балансе Кировской области, для того, чтобы это принесло пользу нашей программе и для того, чтобы формально мы вместе с правительством Кировской области подтвердили организатору конкурса Министерства образования, что мы формально соблюдаем те условия, которые выдвинуты в самом начале. А новому вузу в этих условиях понадобятся новые здания и помещения для общежитий и корпуса учебных? С точки зрения учебных корпусов, у нас теперь их будет, дай Бог памяти, наших 12 и 10 гуманитарного университета, у нас их будет 22 корпуса, учебных только. Нам, в принципе, достаточно, если мы дальше не будем активно расти количественно, открывая новые факультеты, новые кафедры, новые специальности. А есть такие планы? Есть такие планы, но чуть попозже. Сейчас нам нужно пережить эту реорганизацию, не только юридически, но и организационно, кадрово, физически, материально. Нужно соединить дублирующие структуры, учебные и административные, для того, чтобы они нормально зафункционировали. Этим мы будем заниматься в течение весны, лета, и думаю, что до начала учебного года. Ну, а какие-то детали, шлифовка каких-то вопросов, наверное, займет еще год. Другой вопрос, что кроме организационных и всяких других вопросов, нам нужно содержательно изменить свою работу. Вот, одну секундочку, давайте все-таки остановимся на вопросе имущественном. Если Вы говорите, что корпусов учебных достаточно, то, напомянут был еще очень важный вопрос, я думаю, что в свете грядущей кампании зачисления и поступления, вопрос у студентов будет возникать. А что с корпусами, которых всегда не хватает, с общежитиями? Вот эти Вам нужны здания? Да, именно общежития нам больше всего нужны. Потому что мы видим тенденцию из года в год увеличения количества приезжающих, как из районов нашей области, так и из других регионов. То есть нас знают, у нас есть определенная репутация, и, соответственно, с каждым годом увеличивается число жителей других соседних регионов, не буду их перечислять, которые приезжают учиться именно к нам. Что таких абитуриентов привлекает? Можно отдельно долго говорить. Но не сейчас. Да, мы внимательно анализируем, чем мы привлекаем. Мы их опрашиваем, мы их анкетируем, мы с ними общаемся. То есть корпуса для общежития точно нужны, именно в связи с тем, что приток поступающих, в том числе и из соседних регионов, наблюдается? Да. Плюс есть интерес к университету и требования к университету со стороны министерства увеличивать количество иностранных студентов. Так. Соответственно, главным сдерживающим фактором увеличения числа иностранных студентов является дефицит качественных, приличного уровня, мирового, европейского, там как угодно, общежитий для привлечения сюда студентов на подготовительный факультет, на первый курс сразу, или там иностранных аспирантов. Вот мы через общежитие так зашли на задачи, которые ставят Минобранауки, но какие-то более конкретные. Понятно, что есть глобальные задачи, мы о них, возможно, сегодня успеем тоже поговорить, но вот такие мелкие, они являются яркими примерами. Вы говорите, что одной из задач Минобранауки, что есть привлечение иностранных студентов. Почему такая задача ставится опорным ВУЗом и из каких стран? Страны должны быть как бывшие страны Советского Союза, СНГ, республики, так и дальние, что называется, зарубежья. Это некий признак качества тех программ и научных исследований, которые реализуются в университете. С одной стороны, это источник дохода дополнительный для университета, и это реализация государственной политики, мягкой силы, продвижения русского языка, российского образования, образа жизни. То есть это формирование людей, которые будут всю жизнь помнить о том, что Россия это не что-то страшное, а нормальная, развитая, интеллектуальная страна-государственная, которая хотела бы строить дружеские отношения с разными странами Азии, Африки, Европы, всего мира. Ну, мы знаем, что такое мягкая сила, и это разумным кажется, что это, конечно, инструмент необходимо использовать. Наверное, действительно, опорные вузы, это то место, где как раз и должна формироваться, через что распространяться. Да, но тем не менее, сразу хочу сказать, что привлечение иностранных студентов и всяческие другие формальные требования, показатели, которые ежегодно мониторятся, для нас это само собой разумеющееся. Но есть у регионального вуза, у опорного регионального университета появилось дополнительные требования, которых жестко до этого министерство перед нами не выдвигало, не ставило. Требование заключается в том, чтобы мы должны перестроить формат своего взаимодействия с регионом. С правительством? Под регионом я подразумеваю региональную власть в лице всяческих министерств, структур и органов областные. Это муниципалитет столицы нашего города, администрация города Кирова. Это муниципальное образование района и поселения. И мы должны, это региональный бизнес, от крупнейших предприятий, которые и так являются нашими стратегическими партнерами, до среднего и малого бизнеса, мы должны перестроить свой формат взаимодействия со всеми перечисленными министерствами таким образом, чтобы максимально удовлетворять региональные потребности в различных научных, образовательных, социальных и других потребностях. Как министерство будет замерять соответствие этому требованию ВУЗа? То есть что, количественно, по тому, сколько денег вы зарабатываете благодаря этому сотрудничеству или как? Ну вот как раз я вернулся из командировки, где мы с руководством министерства, с экспертами обсуждали, как это мерить, в чем это должно выражаться. Ну, если с формальной точки зрения, то министерство будет смотреть все. Он будет смотреть и количество договоров, заключенных с различными региональными структурами, суммы денег, которые в этих договорах фигурируют, и они должны резко вырасти. Резко это в разы, в десятки раз? В разы по сравнению с тем, сколько есть сейчас. Но также будут смотреть и содержание. То есть я попытался донести учредителю Министерства образования и науки в лице различных начальников и структур, что не все меряется деньгами. И что регионы бывают разные. Мы понимаем экономическое состояние и бюджета регионального, и предприятий. И мы понимаем, что если мы будем разговаривать с нашими партнерами, заказчиками, потенциальными, действующими, только с точки зрения денег, мы быстро не продвинемся. Поэтому мы понимаем, что нам необходимо предлагать различным получателям различных услуг, которые университет может оказывать, различные формы взаимодействия. В одних случаях, если без этого нельзя обойтись, если это сложные работы, научные, исследовательские или опытно-конструкторские, которые требуют расходных материалов, которые требуют дорогого оборудования или много часов рабочего времени наших сотрудников, понятно, что там будут возникать какие-то финансовые с нашей стороны предложения. Но там, где мы будем понимать, что важно запустить процесс, что важно найти партнеров и убедить этих партнеров, что им полезно и интересно работать с университетом, то мы будем обходиться либо бесплатными какими-то проектами, либо минимальными суммами, которые, ну, возможно, в данных условиях с данным партнером обсуждать. Я понимаю, что то, с чего Вы начали, то, что Вы пытались донести до Министерства образования и науки, что все-таки в ВУЗы находятся и регионы, там, не в равной ситуации находятся финансовые. И в тех регионах, где денег много, ВУЗ может зарабатывать деньги довольно легко, обеспечивая заказами, будучи обеспечен заказами от правительства и от бизнеса, у нас дотационный регион, ситуация иная. Все поджали бюджет, все сокращают, все экономят, и дополнительных статей расходов сейчас у них вряд ли появится в ближайшие... То есть самое главное, на что Вы наставите, нужно запустить процесс. Нужно запустить процесс. Сразу все деньгами не меряется. Все не меряется деньгами, совершенно верно. Для этого нам необходимо активизировать и резко... Я специально вот был в Томске и видел, как Томский государственный или Томский технический университет, как они организовали такую работу взаимодействия с региональной экономикой. Но они работают не только с региональной экономикой, они работают со всей страной, с зарубежными партнерами, и мы тоже эту тему будем развивать. Но мне было интересно, как вообще они это сделали. И целый ряд решений я оттуда привез в виде готовых... Например, какие? Ну, специализированные службы при центрах компетенции, при крупных институтах, либо факультетах университета, специализированные службы, которые занимаются установлением связи с партнерами, поиском таких партнеров, установлением... Вникание в внутренние процессы этих партнеров, предприятий, организаций, их потребностей, внимательное изучение. И на основании этой информации сбор информации уже внутри себя, у своего университета, своих факультетов, о возможностях оказать любые формы консультации, научных исследований, научных технических разработок. То есть не сидеть и ждать, когда заказы придут, а самостоятельно изучив сферу деятельности... Совершенно верно. Они это делают достаточно профессионально, они обучили, нашли, привлекли людей, которые умеют это делать. Это такая специфическая форма продаж, но только продаж не колбасы или ширпотреба, а продаж интеллектуальных услуг. Это не очень привычная и не распространенная функция, которая до этого была и в нашем университете, или в других региональных вузах нашего региона и других. Раньше государство, но еще с советских времен, относилось к тому, что вузы должны заниматься своей основной функцией подготовкой специалистов. И чуть-чуть научной деятельности. И чуть-чуть научной деятельности, если будут для этого желающие. Я напоминаю, что у всех крупных предприятий в то время было жесткое министерское требование от профильных отраслевых министерств иметь в своем бюджете статью расходов на НЕОКРы и на НИРы. И, соответственно... На НЕОКРы и на НИРы? Да. Научно-исследовательские... И опытно-конструкторские работы. И, соответственно, предприятия... Вузу не нужно было проводить маркетинг особо, потому что предприятия приходили сами и говорили, что давайте мы что-нибудь попробуем, придумаем, что-нибудь сделаем. Усовершенствуйте, улучшите у нас что-нибудь, а мы вам за это заплатим денежки. И этот механизм раньше так работал. Сейчас мы живем в рыночной экономике, сейчас никто ни за кем бегать не будет. Мы говорим, что за клиентом бегать теперь будем мы. То есть с этой точки зрения ВУЗ превращается в предприятие самостоятельное, которое производит продукты и их... Интеллектуальную корпорацию, которая должна у себя изменить структуру таким образом, которая бы генерировала новые знания, новые технологии, различное экспертное глубокое понимание в различных вопросах деятельности и предлагать эти интеллектуальные услуги различные получать. Но вот это вы понимаете сейчас. Это вы сейчас на уровне министерства, исполняющие обязанности ректора ВУЗов, обсудили. А что касается коллектива, и чтобы воплотить такую задачу серьезную, перестроить полностью деятельность, нужно, чтобы у вас была команда единомышленников, кроме того, не то что люди просто одобряли, а понимали и умели это делать. Разделяли и жили в таком же понимании. И были бы способны это реализовывать. Да, совершенно верно. Это тоже непростая задача. И потихоньку информация и эти тенденции, они транслируются на различных наших внутренних мероприятиях, начиная от заседания ученого совета, где присутствуют представители всех структурных подразделений, и заканчивая там научно-техническим советом, или конкретной работой с конкретным факультетом, или вот с институтами, которые мы будем. Другой вопрос, что необходимо время, необходимо приложить определенные усилия. Какие конкретно будут прилагаться усилия? Усилия будут прилагаться следующие. Министерство образования и науки понимает, что для такой функциональной перестройки университета необходимо научить тех людей, которые этим будут заниматься, новым видом деятельности дополнительным. И мы-то и сами это планировали, и тут я с удовлетворением обнаружил, что Министерство образования и науки, понимая важность и необходимость вот этих изменений внутри ВУЗа, запланировало проведение обучающих семинаров, тренингов и других видов повышения квалификации топ-команд или топ-менеджмента университетов региональных опорных. И, соответственно, предусмотрели на это дополнительные средства дополнительные. Они планируют на базе школы управления Сколково, либо высшей школы экономики, организовать вот это дополнительное обучение топ-команд региональных университетов. Мы также определенные средства заложили в программу, предусмотрели. Вдруг нам не хватит каких-то вот этих обучающих мероприятий, которые Минобор с нами будет проводить. Мы запланировали, что мы независимо от этого будем дополнительно покупать такие экспертные обучающие услуги, которые нам нужны. Что значит команда топ-менеджеров? Кто в нее будет входить? Эти люди, которые будут обучаться в Сколково и не только? Это не только пара ректоры. Это директора институтов, вновь созданных. Это деканы факультетов, вновь назначенные или переназначенные, или утвержденные. Это заведующие кафедры, как минимум. Вот этот слой людей, руководителей университета, от которых, собственно, все зависит. Они обязательно должны пройти эту деятельность. Кроме того, я уверен, что если будут, а я надеюсь, что не будут, желающие со стороны опытных профессоров, доцентов, инициативных преподавателей участвовать в этих работах, то мы это будем приветствовать, это мы будем всячески поощрять. То есть будете способствовать тому, что те, кто не входит формально по должности в эту команду, но желает. Они получили возможность. Да, совершенно верно. И вот мы сейчас так плавно приходим с вами. Идеально вообще всех сотрудников, всех преподавателей, от молодого аспиранта до аксакала, опытного какого-то профессора, который 40-50 лет проработал в университете, со всеми провести определенную работу, связанную с тем, чтобы им помочь рассказать, объяснить, показать примерами, научить дополнительным функциям, знаниям, которые ему могут пригодиться. Но ведь у вас немаленькая уже будет обучена команда, учитывая все факультеты и все институты, которые сейчас объединяют. Это непросто организационно сделать, потому что весь университет в Высшую школу экономики в Сколково не вывезешь. Поэтому мы сейчас обсуждаем, как можно быть, кто-то поедет туда учиться, разобьем это на некий календарный график, и какие-то эксперты, консультанты будут приезжать к нам и работать со всем коллективом. Она начнется с лета. Уже с лета? Уже с лета. То есть в отпуск никто не уйдет? И будет продолжаться. Ну нет, есть трудовое законодательство, которое мы будем стараться соблюдать, но, тем не менее, сильно затягивать начало этой работы мы не планируем, и министерство, насколько я понимаю, тоже откладывать сильно. Ну потому что время летит очень быстро, эти три года софинансирования пролетит очень быстро, нужно будет предъявить результат, чтобы были новые результаты, дополнительные результаты к существующим. Нужно уже сейчас быть готовым эти изменения внедрять в жизнь. Да, три года это жесткие рамки, конечно. И напоминаю, что это особое мнение исполняющего обязанности ректора регионального опорного вуза ВИАДГУ Валентина Пугача. У нас сейчас будет перерыв. Вы сможете еще за оставшиеся 17 минут написать свои вопросы на сайте эхакирова.ру в разделе анонсы, касающиеся, может быть, переформирований, которые будут происходить в вузе, может быть, научной деятельности даже у вас касается, есть какие-то вопросы. Пишите, я озвучу. Несколько вопросов на сайте уже появилось, но это все после перерыва. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько напротив меня. Исполняющая обязанности ректора регионального опорного вуза Валентин Пугач. Валентин Николаевич, несколько вопросов есть на сайте. Они касаются уже непосредственно внутренней работы по как раз объединению двух вузов, которая формально уже практически завершена. Теперь, как вы сказали, интенсивно будет производиться... Она формально не завершена. В понедельник. Ну, это один из аспектов, то есть стать одним юридическим лицом, это один момент. После этого будут другие формальные вещи производиться. Будут утверждаться приказами перевод сотрудников, днем позже студентов перезакреплять. Будут учебные дисциплины, курсы, которые сейчас реализовывались в двух университетах, перезакрепляться за новыми, но созданными образовательными структурами, факультетами, институтами, кафедрами. И сейчас идет активная подготовка этих приказов. Со следующей недели они будут формально вступать в силу юридическую и, соответственно, будут проводиться вот эти изменения. Будут переоформляться трудовые соглашения с сотрудниками гуманитарного университета. Будут перезаключаться все контракты трудовые и так далее. Это большая, кропотливая работа. Поэтому говорить, что все закончилось... Нет, я имела в виду, что в понедельник формально уже будет один вуз. Один вуз. Но внутри этого вуза нужно будет много чего. Вот это внутренняя работа. Организационно, кадрово, финансово, много чего делать. И по поводу нее как раз вопросы на сайте. Андрей пишет. Валентин Николаевич, сохраните, пожалуйста, подготовку учителей. Что будет вот с этой сферой? Неужели у кого-то есть шарные мысли о том, что в страшном сне не может представиться, что опорный региональный университет с каких-то причин может себе помыслить о том, чтобы прекратить подготовку учителей. Мало того, что мы ее не прекратим. Мы хотим внимательно проанализировать, как это делается сейчас, какие есть проблемы, какие есть недостатки в этой подготовке, какие упущены возможности в улучшении качества этой подготовки. Мы готовы встречаться с руководителем, директорами школ, с органами управления образования, районными, областными. Мы хотим слушать внимательно, чего они хотят, каких из положительных изменений в существующей практике подготовки учителей, для того, чтобы мы на основании этих всех предложений внесли изменения в существующую практику. Потом мы внимательно посмотрим не только сам учебный процесс, мы внимательно посмотрим соотношение по видам преподавателей, которых выпускали до этого. С точки зрения соотношения, кого больше, кого меньше, гуманитариев, естественно, научников, физиков, химиков, биологов и так далее. Потому что, насколько я знаю, предварительно только, что есть определенные диспропорции, что очень большой дефицит качественных учителей физики, качественных учителей химии, биологии, математики. Вот, соответственно, будем смотреть, ну, я имею в виду, что диспропорция по вакансиям. И, соответственно, надо понимать, почему это происходит. Это происходит из-за того, что недостаточное количество их выпускал гуманитарный университет, или они выпускались в достаточном количестве, но по каким-то причинам не доходили до рабочего места, до, соответственно, школы, до класса. Вы будете пытаться в таком случае влиять каким-то образом на вот эту ситуацию? Может ли ВОЗ как-то повлиять на то, что люди, отучившись на физику, не идут работать в школу? Конечно. С этим надо будет что-то делать. Я не говорю, что у меня есть готовое решение. Мы об этом обязательно поговорим. Мы об этом, да, это будем обсуждать с органами управления образованием, вообще с правительством Кировской области. Мы будем внимательно анализировать причины, почему это происходит, что можно сделать дополнительно к тому, что делается сейчас. А делается немало. Стипендия, которая выплачивается обучающимся по педагогическим специальностям направления подготовки, она сейчас уже выплачивается. Достаточно этих мер или необходимо еще какие-то дополнительно принимать? Это мы будем обсуждать уже с региональной властью, с муниципалитетами на предмет, как нам улучшать эту ситуацию. На сегодняшний момент... Мы же с вами прекрасно понимаем, я прошу прощения, Светлана, что перебиваю, мы же с вами прекрасно понимаем, что это дефицит качественных учителей, это бомба замедленного, очень замедленного, но, к сожалению, очень большая бомба. Действия под всю нашу региональную экономику. Потому что дефицит опытных преподавателей по этим направлениям приводит к дефициту качественных выпускников школ, которые потом не в том состоянии, не в том качестве, не в том количестве приходят в региональные вузы, и, соответственно, региональные вузы не могут выпускать качественных специалистов. Вот такая цепочка, а эти некачественные специалисты или недостаточное количество, они резко ухудшают конкурентоспособность наших кировских предприятий, организаций, органов власти, и приводят к деградации региона или к его успешному развитию, приезжающему. Вот еще одна тема у нас сложилась, надеюсь, с приглашением представителями Министерства образования Кировской области. Валентин Николаевич, все-таки, поскольку у Вятского государственного университета прежде не было опыта работы с факультетами выпускающих педагогов, у вас есть конкретный человек, которого вы уже сейчас видите на текущий момент в качестве непосредственного вашего, не знаю, консультанта, зама и так далее, именно по этому вопросу. Ну, смотрите, команда преподавателей и руководителей гуманитарного университета, которая занималась реализацией педагогического образования, без каких-либо изменений будет этим заниматься и дальше. — Полностью вот сейчас в рамках опорного вуза? — Да. Другой вопрос, что мы с ними будем внимательно обсуждать, как у нас идут дела в этом плане. И я буду занимать функцию, ну, такой, там, не предвзятой стороны, там, разбирающейся, там, все ли хорошо в этой сфере. — Да, меня интересует... — Это другой вопрос, что понятно, что я не специалист в сфере, там, педагогики, и, соответственно, мы будем дополнительно, там, мы будем общаться с нашими коллегами внутри университета и будем внимательно смотреть и общаться со специалистами, с экспертами федерального уровня, московских и других крупных авторитетных педагогических вузов, университетов, где там это поставлено. Министерство реализует программу развития педагогического образования, и нужно посмотреть, насколько активно мы в ней участвуем, и можем ли активизировать эту деятельность. — Угу. Понятно. Следующий вопрос. Ранее говорилось, что сокращение при объединении не планируется. Какая ситуация сейчас? Сколько планируют преподаватели уйти? Может быть, вы уже знаете, положено на стол заявление, это я уже комментирую. Сколько их сократить? Есть информация от ряда преподавателей о желании уйти? Александр пишет. Ну, пока что ни одного заявления на стол мне не легло. Ну, соответственно, я только с понедельника буду формально, значит, видеть, какие документы имеют хождение внутри гуманитарного университета. Поэтому я не знаю, кто почему такие решения может принять в силу того, что никакой кардинальной ломки существующих учебных процессов мы не предполагаем. Во всяком случае, без серьезного обсуждения с участниками этого процесса. Это во-первых. Во-вторых, по поводу сокращений. Еще раз хочу повторить, что сокращений преподавателей ни одного, ни другого университета мы не предполагаем. По существующим данным, по оценкам, у нас достаточное и оптимальное количество преподавателей на тот контингент, на то количество студентов, которые обучаются в объединенном университете. И сокращение, и оптимизация, она, если и будет, то только со стороны административных структур обоих университетов. О чем Вы неоднократно заявляли? О чем я неоднократно заявляю? Сегодня у нас в дневном развороте был Хохлов у Анатолия Александровича, это кандидат педагогических наук, доцент университета естественных наук, который теперь в вашем составе. Он сказал, что просто выйдет на пенсию, поскольку описается, что в новом ВУЗе, насколько я поняла, возможно, не до конца, увеличится нагрузка бумажной отчетности и так далее. Вот такая вот волокита. Ну и вообще просто человек пенсионного возраста. Вот что будет с такими специалистами? От сотрудников, преподавателей на пенсию, это естественный процесс, который происходил всегда и будет происходить. Другой вопрос, что мы заинтересованы в том, чтобы, если у человека есть силы, здоровье, желание, если он обладает хорошими знаниями, если он высоко ценится коллегами и со стороны студентов, мы, я там уже рассказывал в прошлых передачах, мы ввели у себя ежегодно анкетирование студентов, где они оценивают преподавателя по разным параметрам, и, соответственно, я могу увидеть, как студенты видят и оценивают конкретного преподавателя. Поэтому, конечно, таких нужно стараться сохранять, сколько это возможно. Еще один вопрос на сайте от Антона. Будет ли Вас консультировать Валерий Юнгблюд? Будет ли он работать в новом ВУЗе? Валерий Теодорович по тем договоренностям, которые у нас есть, планирует работать в нашем университете. Это очень хорошо. Его опыт, знания, которые он накопил за все годы профессиональной деятельности не только ректора, но и проректора, и профессора у себя на кафедре, безусловно, будут востребованы. Сейчас мы с Министерством образования проводим консультации по видам и формам, и по должности, которая ему будет предложена в данном случае. И, соответственно, я абсолютно уверен, что Валерий Теодорович очень полезен, будет объединенному университету со своими знаниями и опытами. Спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Это было особое мнение Валентина Пугача, исполняющего обязанности ректора опорного вуза Кировской области. ВятГУ. Валентина Пугача, спасибо. До свидания. Спасибо за интересные вопросы. До свидания.